Здравствуйте! Это программа «Главная тема» и я, Наталья Рожкова. Сегодня важный разговор, ибо крыша над головой, свой дом – одно из главных составляющих человеческого счастья. Поэтому сегодня будем говорить о работе отдела жилищной политики и социальных программ администрации Полевского городского округа по вопросу обеспечения жильем отдельных категорий граждан и молодых семей на территории округа в 2015 году. Моя гостья – заведующая отделом жилищной политики и социальных программ администрации Полевского городского округа Елена Махначева. Елена Витальевна, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, вы тоже так считаете, что иметь свое жилье – это уже счастье? Ну, конечно, свое жилье – это всегда счастье. Как уже было много сказано о том, что мой дом – моя крепость. Счастье – это когда все домы. И для любого гражданина дом – это иметь свой дом – это, конечно, большое счастье. Есть, куда прийти, есть, где возможность решить свои проблемы, есть, где попереживать, порадоваться, пригласить гостей, обустроить свой дом именно под себя, создать уют, какую-то вот обстановку создать, где ему хорошо. И поэтому, когда граждане получают свое жилье, приобретают либо строят, я думаю, что это самое главное. Тогда скажите, пожалуйста, какова основная задача вашего отдела? Ну, соответственно, основная задача нашего отдела – это обеспечение жильем граждан, которые проживают на территории Полевского городского округа, в том числе дать возможность гражданам участвовать в различных программах, которые направлены на улучшение жилищных условий. То есть направить их на путь счастья, так называемый. Конечно. Объяснить, рассказать, где, какую программу может человек принять участие. А что для вас является, скажем так, настольной книгой в работе? Ну, поскольку отдел жилищный, естественно, основная наша настольная книга – это жилищный кодекс. То есть все программы и все, что у нас реализуется в части улучшения жилищных условий граждан, реализуется в соответствии с жилищным кодексом. Федеральные законы – это следующая, наверное, основная наша настольная книга, которая касается именно программ, направленных на улучшение жилищных условий. Законы субъекта Российской Федерации, то есть Свердловской области, различные программы, которые реализуются на территории Свердловской области. В частности, федеральная программа жилища, которая направлена на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей. Программа Свердловской области развития агропромышленного комплекса и потребительского рынка, которая направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Областная целевая программа развития физической культуры, спорта и молодежной политики, которая направлена на улучшение жилищных условий молодых семей. и, естественно, муниципальные программы. Вот муниципальная программа, она все-таки нам как-то ближе. Давайте подробнее на ней остановимся. В 2015 году у нас принята муниципальная программа улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского городского округа. Действие этой программы рассчитано до 2020 года. Она в себя включает две подпрограммы. Это программа, направленная на улучшение жилищных условий молодых семей и программа, которая направлена на улучшение жилищных условий граждан, которые проживают в сельской местности, в том числе молодых специалистов. А как у нас обстоят дела в селах? В частности, вот эта программа, которая улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 2015 году с использованием средств социальной выплаты у нас могли улучшить жилищные условия две семьи молодых специалистов, которые проживают в селе Курганово. Они за счет средств федерального областного местного бюджета получили социальную выплату и приобрели жилые помещения. Средства местного бюджета здесь были в размере 393 тысячи. Всего было потрачено более 2 миллионов, включая средства областные, федеральные и местные. Неплохая поддержка для молодых семьи? Поддержка очень неплохая, тем более действительно были приобретены два вполне достойных дома, куда опять же въехала семья, где есть возможность расти, развиваться деткам, возможно, расширять семью, появится возможность. Сейчас у нас на учете стоит еще 6 семей, то есть это программа востребованная. И надеемся, что и в дальнейшем у нас будут находиться средства и выделяться средства федеральные и областные. А вот какие перспективы? В 2016 году хотя бы одна из этих 6 семей получит такую поддержку? В 2016 году у нас, к сожалению, поддержки не будет. Причина в том, что признаны, что у нас Полевской городской округ, не агропромышленные территории, что у нас очень мало крестьянских, фермерских хозяйств, то есть это все-таки у нас территория промышленной. И должны еще соблюдены быть вот эти условия? Ну, тем не менее, мы предпринимаем все усилия для того, чтобы пройти отбор и дать возможность гражданам, которые проживают у нас на территории Полевского городского округа, в селах, в 2017 году все-таки улучшить жилищные условия с помощью этой программы. Понятно. А вот скажите, область как-то помогает в приобретении жилья? Ну, только вот выделяя средства по программам. То есть у нас все обеспечивается с помощью программно-целевого метода. То есть если есть программы, если предусмотрены областные средства, соответственно, они будут выделены. На днях разговаривала с председателем Совета ветеранов, и оказывается, что у нас в городе еще два или три ветерана не обеспечены жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Ну, действительно, информация верная. Три ветерана Великой Отечественной войны, два ветерана Великой Отечественной войны и одна вдова участника погибшего ветерана у нас состоят на учете в качестве нуждающихся. Основной целью нашего отдела является принятие на учет такой категории в качестве нуждающихся, сбор всех документов, постановка их в очереди, направление всех документов в фонд жилищного строительства, который у нас является основным распорядителем областных и федеральных средств. То есть граждане у нас стоят на учете, документы все переданы, в областной список они были включены, и надеемся, что в течение 2016 года эта категория у нас будет обеспечена жильем. Но понятие «обеспечено жильем» им будет предоставлена социальная выплата из расчета 36 квадратных метров, из расчета стоимости 36 квадратных метров, то есть это порядка где-то полутора миллиона. То есть на эти средства они самостоятельно приобретают жилье. То есть помощь приобретению жилья уже вы не оказываете, то есть там либо родственники подключаются, либо они сами через... То есть выделяются средства, и в виде уведомлений гражданину выдается, что он является получателем федеральных средств, в котором указана сумма этих средств. Гражданин, либо его родственники, оказывают помощь приобретению жилого помещения. После того, как будет заключен договор купли-продажи, эти средства будут перечислены на счет продавца. Мы тоже вместе с вами очень надеемся, что все-таки в этом году ветераны, уважаемые наши, получат такое долгожданное жилье. Скажите, пожалуйста, чем еще занимается ваш отдел? Ну, кроме ведения списков различных категорий граждан, мы еще и осуществляем прием граждан. То есть еженедельно, в четверг, у нас ведется прием граждан по жилищным вопросам. Естественно, по вопросам обращаются различным. Кто-то хочет принять участие в программе, хоть кто-то задает вопросы, в каких конкретно программах он может принять участие. Многие обращаются с вопросом предоставить хоть какое-то жилье, потому что проблема жилищная уже назрела очень остро. Поэтому рассматриваем вопрос о предоставлении жилого помещения маневренного фонда. Это в том случае, если муниципальное жилье пришло в негодность, либо пострадал от каких-то ситуаций. Предоставляем жилье по коммерческому найму. Это срочные договоры. Срок от 11 до 5 лет. То есть это именно жилье, которое временное для решения какой-то проблемы. К сожалению, в основном это только комната. Востребована эта услуга? Да, эта услуга востребована. То есть практически на каждый прием обращаются граждане и просят предоставить хоть какое-то жилье. Предоставляются служебные жилые помещения. Хотя тоже фонд служебного использования, муниципального жилищного фонда служебного использования очень мало. Но тем не менее ежегодно хотя бы 1-2-3 помещения у нас в городе предоставляется в качестве служебного. Елена Витальевна, у нас в городе есть такая категория граждан, как малоимущие. Вот наверное, да и наверняка им нелегко купить квартиру или дом. Вот как-то оказываете вы помощь в приобретении жилья этой категории граждан? Это основная категория, улучшение жилищных условий, которой должна заниматься администрация Полевского городского округа. На сегодняшний день у нас 188 человек признаны в установленном порядке малоимущими. Обеспечение жильем этой категории граждан идет за счет средств муниципального бюджета. К сожалению, средств этих недостаточно, поэтому обеспечение идет в основном за счет предоставления свободного муниципального жилищного фонда. Прилагаются все усилия, чтобы хотя бы 1-2 семьи в год обеспечить жильем. В 2014 году была предоставлена одна квартира гражданам, которые имеют внеочередное право на получение жилого помещения. Связано это в основном с заболеванием, в перечне которых у нас установлено постановление правительства Российской Федерации. В 2015 году была выдана в дополнение комната малоимущим гражданам, которые тоже состоят у нас на учете. Это комната в коммунальной квартире, она освободилась гражданам с малоимущим, поэтому они имели право на предоставление этой жилой помещения. В перспективах на 2016 год тоже есть такое, что хотя бы 1-2 помещения, из-за чего возможно предоставить малоимущим. Вот такой у меня еще вопрос. Каждый день проезжая мимо подстанции, наблюдая там двухэтажный дом, вот у меня вопрос, он еще пригоден для проживания, и вообще вот много ли у нас аварийного жилья? На территории Полевского городского округа 6 домов признано восстановлено в порядке аварийными. Один дом признан в 2013 году и 5 домов признан в 2014 году. Это 4 дома в поселке Зюзельском и 2 дома в Полевском. Граждане в сегодняшний момент еще проживают в них, тем не менее администрация предпринимает все усилия, чтобы расселить их оттуда. На сегодняшний момент у нас действует региональная программа Свердловской области, которая направлена на ликвидацию аварийного жилищного фонда. Но, к сожалению, участие в этой программе могут принять только те муниципалитеты, на территории которых аварийный фонд у нас был признан таковым до 1 января 2012 года. Соответственно, наши дома туда попасть не могут. Сейчас предпринимаются все усилия для того, чтобы попасть в региональную программу на 2018 и последующий год. То есть каковы сегодня перспективы его расселения? То есть люди еще ждут, вот еще год, два, три в ожидании? Пока в ожидании. То есть мы согласны предоставить гражданам маневренный фонд, но пока получаем только отказы. Люди хотят уже переехать непосредственно в свое жилье, минуя маневренный фонд. Как вы работаете с населением? Специалисты жилищного отдела непосредственно работают с жителями Полевского городского округа? Ну, как я уже сказала, в четверг у нас еженедельно осуществляется прием граждан по различным вопросам. Помимо приема, личного приема, граждане к нам обращаются с письменными запросами. По некоторым вопросам, вот, выезжаем уже на место, проверяем жилищные условия, в том числе законность и незаконность проживания граждан в каких-либо жилых помещениях. Есть у нас еще и такая функция, то есть осуществление контроля за муниципальным жилищным фондом. Проверяем граждан, у которых есть задолженность по оплате коммунальных услуг. То есть работаем мы с этой категорией. Муниципального жилья. Муниципального жилья, да. К сожалению, ежегодно мы отписываем, ну, порядка 50 письм должникам, которым предупреждаем, что в случае, если они не примут какие-либо меры по покошению задолженности, мы вынуждены будем обратиться в суд. И выселить их из этого жилого помещения. А были прецеденты? Да. В 2015-2014 году у нас, ну, порядка 8 семей было выселено по различным основаниям, в том числе 2 семьи в связи с наличием задолженности по коммунальным услугам. То есть им было предоставлено другое жилое помещение муниципального фонда, но меньше размером. Алексей Дмитриевич, скажите, пожалуйста, а что еще нужно сделать, чтобы Ваш отдел был на хорошем счету? Какие проблемы решить? Одновная проблема – это, конечно, финансирование. Ну, как и везде, собственно. То есть если будут нам в достаточном количестве выделяться средства федерального, областного, муниципального бюджета, то мы сможем обеспечить большее количество граждан. То есть это, конечно же, участие в различных программах и в региональных, и в федеральных. Это тоже будет способствовать тому, что у нас население будет улучшать жилищные условия. Ну, а теперь о планах Вашей работы. Планы тоже. Ежегодно планы у нас грандиозные. Что вот мы бы хотели, чтобы у нас хотя бы не менее, чем в предыдущий год, улучшили жилищные условия граждане. По информации, которая получена у нас в фонде жилищного строительства, это основной распорядитель у нас бюджетных средств, в 2016 году у нас получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий три ветерана Великой Отечественной войны. Предполагается улучшение жилищных условий из числа ветеранов и инвалидов, которые встали на учет до 2005 года. Девять многодетных семей у нас должны получить социальные выплаты на приобретение либо строительство жилого дома. То есть списки тоже уже сформированы. Ну и дальше все будет тоже зависеть от финансирования. Спасибо, Елена Витальевна. Это была программа «Главная тема». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин